Добрый день! Продолжаем мы следующую тему лекции. Промышленные сточные воды. Виды загрязнения сточных вод. По видам загрязнения сточных вод различает физическое загрязнение. Оно делится на нерастворимые примеси, находящиеся в воде в виде крупной взвеси, то есть частицы с размерами больше десятых доли миллиметров. И в виде суспензии. Также сюда относятся эмульсии и пены с размерами частиц от десятых доли миллиметра до 0,1 микрометра. На коллоидные частицы с размерами частиц в пределах от 0,1 до 0,001 микрометра. На растворимые вещества, находящиеся в воде в виде молекулярно-дисперсных частиц с размерами менее 0,001 микрометров, которые уже не образуют отдельные фазы и системы и становятся однофазно истинными растворами. По своей природе загрязнения делятся на минеральные. К ним относятся песок, глинистые частицы, частицы руды, шлака, растворы минеральных солей, кислот и щелочей, минеральные масла и многие другие вещества. Органические загрязнения бывают растительного и животного происхождения. К растительным относятся остатки растений, плодов, овощей, злаков, бумага, растительные масла и т.д. Основным химическим элементом этого рода загрязнений является углерод. К загрязнениям животного происхождения относятся физиологические выделения людей и животных, остатки мускульных и жировых тканей животных, клеевые вещества и т.д. Они характеризуются довольно значительным содержанием азота. Бактериальные и биологические загрязнения представляют собой различные микроорганизмы. К ним относятся дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные, такие как возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии. Рассмотрим требования к качеству сточных вод по методу очистки. Сточные воды, опускаемые водоем, должны быть очищены до такой степени, чтобы они не оказывали на него вредного влияния. Расчеты по определению необходимой степени очистки сточных вод. Выпускаемый водоем производится по количеству взвешенных веществ, потребленному сточному воду, растворенному кислороду, допустимой величине биологической потребности в кислороде, в смеси речной воды и сточных вод, изменение величины активной реакции воды водоема, окраски, запаху, солевому составу и температуре воды, а также по предельно допустимым концентрациям токсичных примесей и других вредных веществ. Вода, выпускаемую в канализацию промышленные источные воды, не должны содержать в первую очередь более 500 мг взвешенных веществ и веществ, не должны нарушать работу сетей и сооружений, содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационных сетей или отлагаться на стенках труб, оказывать разрушающие действия на материал труб и элементы сооружения и канализации, содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в канализационных сетях и сооружениях, содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод или сбросу их водоем с учетом эффективности очистки. И вода должна иметь температуру более 40 градусов по Цельсию. Следующая тема лекция – сооружение для механической очистки сточных вод. Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Механическая очистка позволяет выделить из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых, такие как ценные примеси, используются в производстве. Сооружения для механической очистки сточных вод. К ним относятся решетки, они предназначены для задержания крупных загрязнений, устанавливают их в приемных резервуарах, насосных станций перекачки на очистных сооружениях или на каналах, подводящем сточные воды на очистные сооружения. Решетки бывают подвижные и неподвижные. Решетки с ручной очисткой от выбросов и механизированной очисткой от выбросов. Механизированная очистка решеток обязательно при количестве отбросов более 0,1 метров кубических в сутки. И, соответственно, с механизированной очистки более 100 мг метров кубических в сутки. Механизмы работы решетки. Решетка очищается движущимися граблями, зубцы которой входят в прорези, между ее стержнями и снижают отбросы. Снятые отбросы поступают на конвейер и направляются в дробилку для размельчения. При количестве отбросов более 1 тонны в сутки, кроме рабочей дробилки, устанавливается резервная. Измельченные отбросы сбрасываются в сточную жидкость перед решетками или перекачиваются в метантенки. Следующий этап – песколовки. Песколовки предназначены для задержания загрязнений минерального происхождения. Главным образом песка крупностью более чем 0,2-0,25 мм. В результате задержания песка в песколовках облегчаются условия эксплуатации последующих сооружений. Легкие частицы органического происхождения должны выноситься из песколовок. Рассмотрим принцип работы песколовки. Он основан на том, что частицы, плотность которых больше плотности воды, по мере движения вместе с водой выпадают на дно песколовки под действием силы тяжести. Песколовки бывают горизонтальные с вращательным движением воды, тангенциальные и аэрируемые. Горизонтальные песколовки могут быть с прямолинейным и круговым движением воды. Скорое движение в них при максимальном расходе принимает равное 0,3 м в секунду, а при минимальном не менее 0,15 м в секунду. Тангенциальные песколовки имеют округлую форму в плане. Вода к ним подводится по касательной, тангенциально. Подвод воды по касательной и движение ее в сооружении по кругу обуславливает возникновение вращательного потока. Аэрируемые песколовки проектируют в виде резервуаров, разделенных на секции. В них в выпавшем песке почти не содержатся органические загрязнения. В дальнейшем очищенный песок направляется в песковые площадки и бункеры. Песок, задержанный в песколовках, обычно удаляется из них с помощью гидроэлеваторов и в виде песчаной пульпы и попадает на специально устраиваемые песковые площадки. Что представляет собой песковые площадки? Это земельные участки, разделенные на карты, ограждающими валиками, высотой 1-2 метра. Следующая тема лекции – свойства осадка и способы его обработки. Рассмотрим состав и свойства осадка. В зависимости от типа сооружений, в которых этот осадок образуется, и состава осадка, влажность его колеблется в пределах 90-95%. Рассмотрим состав осадка после биологической очистки. Осадок состоит из органических и минеральных веществ. Для оценки соотношения органических и минеральных веществ применяют понятие «зольность». Зольность характеризует количество минеральных веществ в осадке. Зольность осадка городских источных вод составляет 25-35%. Органические вещества называют беззольными веществами. Их в осадке городских источных вод содержится 65-75%. Следующий сектор септики представляет собой прямоугольные или круглые в плане платочные резервуары, в которых происходит осветвление сточной воды и сбраживание выпавшего осадка. В работе септика заложен следующий принцип. Здесь рассматривается принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных, естественных и принудительных методов доочистки. Такими могут выступать биофильтры и биозагрузка. Рассмотрим первую секцию – зона А. Что в ней происходит? В зоне секции А септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой стороны через систему блокиратора со второй – секцией Б. Далее через блокиратор – гидрозатвор. Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает осадок, песок, мелкие картофельные очистки, все, что может пройти через раковину на кухне или в санузле. Вторая секция очистного сооружения – зона Б, метантенг, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложения органических соединений естественного происхождения. Третья часть очистных сооружений – зона С – выполняет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путем окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц осветленные стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения. Следующий сектор – отстойники. Отстойники служат для задержания нерастворенных моих органических соединений, находящихся в сточной жидкости. Эти загрязнения выпадают на дно отстойников или всплывают на поверхность жидкости. В них впоследствии имеется малая скорость протекания. В зависимости от направления потока различают горизонтальные, вертикальные и радиальные отстойники. Разновидностью отстойников являются также отстойники-перегниватели, в которых происходит осветление сточной жидкости и одновременно перегнивание выпавшего осадка. К ним относятся двухъярусные отстойники, осветлители, перегниватели. Горизонтальные отстойники обычно применяют на очистных станциях пропускной способностью более 15 тысяч метров кубических в сутки. Дальше попадает вода на доочистку в метантенке. Метантенк представляет собой круглый или прямоугольный в плане резервуаров. Следующий этап – сбраживание осадка из отстойников и избыточного активного ила. Иловые площадки. Следующий этап служит для обезвоживания осадков. Представляет собой спланированные земельные участки, разделенные на карты земляными валиками. Для очистных сооружений с пропускной способностью более 10 тысяч километров кубических устраивают иловые площадки с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды в виде каскадов прудов, где происходит уплотнение осадка и удаление выделившейся иловой воды с поверхности. На этом тема лекции закончена. Продолжение следует...